В 68-м году наш дорогой Александр Николаевич Яковлев, конечно, оказывается в Праге, да, во время Прасской Весны, как важнейший деятель идеологического отдела, тогда он уже назывался отдел пропаганды и агитации, он прибудет в Прагу, чтобы докладывать в начальство, что там происходит, потому что, конечно же, как человек Суслова, он должен уставериться, что там происходит на самом деле, чтобы выше руководство знало. Конечно, он позже уже организует определенные действия против ревизионистов из Часловакии, и получает за это еще и орден. И с кем он там работал, там, в Праге-то? Что там, в вакууме, что ли? Ну, конечно же, представители соответствующих органов Советского Союза, КГБ. Так что, то, что Александр Николаевич Яковлев хитро в своих мемуарах ничего не говорит о своих связях. Органы безопасности Советского Союза, 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы. Это просто его выбор. Если бы он был честным историком, он все написал бы. Но вот как бы он был такой человек, что любил помолчать, что касается себя и своих дел. Только говорит о том, что как бы ему нравится сейчас из своей биографии. А что не нравится, об этом лучше не говорить. Видите, Александр Николаевич Яковлев жил среди людей. И они помнят, каким он был, чем занимался, с кем встречался. И они видят, ничего такого нету и в мемуарах. Так, пусто. Но, конечно, люди разные. Просто мы имеем дело вот таким автором. И просто мы должны учитывать это вещи. Что он может быть неточен, говорит какие-то сказки. Скажем, мне просто удивило его сказки о том, что как умер министр обороны, член политбюро Дмитрий Федорович Устинов. Он там пишет, что вот заболел Устинов где-то там на маневрах вооруженных сил Варшавского договора. Но ничего такого в действительности не было. Просто Дмитрий Федорович Устинов осенью поехал отдыхать в Сочи. С ним был Чазов. И там он неожиданно заболел. Было поставлено неправильные диагнозы. И он просто вот по каким-то ошибкам врачей погиб. Но зачем Александру Николаевичу Яковлеву нести какую-то чепуху, когда есть живые свидетели, которые можно опрашивать, скажем, Чазово, и выяснить там, что там случилось. Поэтому надо очень осторожно относиться к словам Александра Николаевича Яковлева. Потому что там много неточностей, неправды, а что касается его самого, вранья. Почему? Ну вот человек хочет, чтобы его помнили таким, что он там был прорабом перестройки. И не помнили ничего о том, что было там 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы. Это не говорит о том, что Александр Николаевич Яковлев плохой человек. Не в этом речь. Просто мы говорим о истории, о реально событиях и реальных делах, которыми он занимался. Люди неправильно понимают какие-то вещи. Точно известно, что когда он был послом в Канаде, он постоянно был в КГБ, в Москве. Докладывал там какие-то вещи, что касались отношения посла и резидентур. Там случился большой скандал, резидентура проводилась. А это была очень важная резидентура, потому что в Канаде было очень много иммигрантов из Восточной Европы, из России. Там сидели, скажем, люди из резидентуры советской. Сидели люди из Эстонии, из Украины, потому что была большая, конечно, диаспора украинцев, там людей из Прибалтики и так далее. Поэтому это была важная такая резидентура, потому что имелись возможности завербовать людей, и там пугать их гитлеровским прошлым или что-то такое. Но это все провалилось, чертова резидентура. И Андропов, иская виновного, стал неожиданно говорить, что во всем виноват Яковлев, надо его снимать с посла. И люди иногда спрашивают, почему такое отношение Андропова? Он тоже, так сказать, тайно же понимал обстановку Советского Союза, и такой человек, как Яковлев, должно бы быть подходил ему. Но надо сказать, что, во-первых, Андропов и Яковлев работали, все как КПСС, многие годы совместно, хотя в разных, конечно, отделах, но тем не менее. Но это и была проблема. Дело в том, что Андропов читал, что все-таки Яковлев – это человек Суслова. Это один из ближайших людей Суслова, как руководитель, одним из идеологических хотелок СК КПСС. А Андропов читал Суслова своим противникам. Они поругались еще в 50-е годы во время Сталина. Дело в том, что Суслов считал себя экспортом по Прибалтике, а Андропов некоторое время, очень короткое время отвечал за Прибалтийские республики. И их видение было разное, они там поругались довольно серьезно. И этот конфликт остался до конца Суслова, до смерти Суслова. Надо сказать, что одним из этих объектов спора был Эстония, где Андропов добился своего, сторонник Суслова Кебин, был снят с первого секретара Компартии Эстонии и назначили Карла Вайна, деда нынешнего руководителя администрации президента Антона Эдуардовича Вайна. Ну вот, Андропов Яковлева тоже рассматривал как агента Суслова, который интригует против Андропова. И это было все время так. Он как бы не интересовался идеями Яковлева, а прежде всего рассматривал все эти идеи и шаги, как попытка устраивать что-то против Андропова. Ну, скажем, провал резидентуры в Канаде. Это специально делали, чтобы дискредитировать Андропова. Конечно, у него, Андропов, была мысль только эта идея. И когда он Политбюро предлагал снять Яковлева, тогда Суслов и говорил ему, что КГБ уже у нас послов назначает. Андропов просто был поражен, но он очередной раз как бы подтвердил со своим убеждением. «Да, Яковлев – это человек Суслова, и он ничего не может делать». Такое негативное отношение Андропова осталось до конца жизни Андропова. На вопрос о том, что почему мы не привлекаем Яковлева, он же такая голова, Андропова отвечает «Да, у него голова, да, и даже не одна, а два». Отношение было язвительное просто к Яковлеву. Но, тем не менее, Яковлев нашел большого союзника в лице Горбачева, и все-таки все свои проблемы решили. Надо сказать, что вы, конечно, сразу заметили, что у него появились друзья. Друзья из КГБ. Немедленно, когда он появился в Москве, человеком, которым он бодался только вчера, это Владимир Крючков, руководитель внешней разведки, он и был как бы больше всех недоволен в связи с провалом резидентуры в Канаде. Неожиданно оказывается каким-то близким Яковлеву человеком, который в Яковле ходит в баню, там они совместно послушивают ясенево соседание болитбюро. Просто поразительно, конечно. Но это вот факты. Но единственная вещь, что можно еще говорить, это то, что Яковлев, говоря о Крючкове, ничего не говорит о Попкове. Он просто как бы поздние годы перестройки, он пишет в своих мемуарах, говорит, что да, Попков был где-то там в каком-то совещании или что-то такое, но вы не видите никаких как бы откровений Яковлев из Попкова. Ну, извините, Яковлев уже был секретарем ЦК по идеологии, а Попков как первый заместитель, председатель, как бы отвечал все это дело в Советском Союзе, как бы стороны органов. Почему он ничего не говорит о том, что он говорил с Попковым, какие проблемы решал? Но, значит, здесь что-то зарыто. И, конечно, это зарыто, думаю, если не 50-х, то точно 60-х годов. Филипп Денисович Попков был очень близкий человек Александру Николаевичу Яковлеву. И, конечно же, являясь очень опытным чиновником и интриганом, конечно же, он помогал Александру Николаевичу Яковлеву подняться уже в 80-е годы, чтобы иметь подходы к Горбачеву, чтобы обеспечить свою карьеру, конечно, потому что у Попкова тоже была идея стать руководителем КГБ СССР. Так что разговоры о том, что Александр Николаевич Яковлев просто какой-то очень прогрессивный человек, который к ГГБ никакого отношения не имел, это просто наивность, конечно. Другое дело, сколько там друг друга они использовали, где там была какая-то политическая просто хитрость или интрига, или выгода. Но понятно, что такого человека, который хотят нам представить некоторые либеральные блогеры и журналисты, не было. Не было такого Александра Николаевича Яковлева. Вы неправильно понимаете его личность. Когда в конце жизни он как бы горько говорит, что если бы он знал, что случится, если вести демократию в России, то он бы эту демократию не вел бы. Это не просто слова. Это все-таки как бы то, что у него были какие-то идеи, которые в конце жизни он читал, чтобы они не дали такого результата. Но это и есть двойственность его личности. И двойственность просто человека, который хотел делать карьеру, но у которого были какие-то идеи, которые он даже попробовал, но неудачный. Он не был плохим человеком. Он много принес. Он, скажем, что не много принес. И миру много принес. И так далее и тому подобное. Но нам не надо приукрашивать этих исторических личностей. Если мы говорим о истории, мы должны все это изучать и быть довольно точными, описая положение людей, которые так долго работали в аппарате ЦК КПСС. Вы смотрите АРУ-ТВ. 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 Продолжение следует...